186 научных докладов и более двух сотен молодых новаторов. Эту конференцию по праву считают одним из крупнейших молодежных форумов в Бресте. Проекты молодых исследователей охватывают самые разные отрасли и сферы жизнедеятельности. Радиотехника, электроника, машиностроение, строительство, правоведение и экономика, социально-гуманитарные науки, педагогика и методика. Мы всегда говорим, что за молодежью будущее, что в преддверии тысячелетия нашего города очень важно иметь какой-то креативный новый подход к решению различных проблем. И вот все то, что мы говорим сегодня, это будет на практике. Потому что из опыта знаю, что есть очень много интересных будет подходов к кем или иным проблемам. Интересных решений вопросов с точки зрения, наверное, молодежи, с точки зрения современных каких-то тенденций. Поэтому практическая составляющая здесь однозначно положительная. В программе дискуссии, круглые столы, награждения умников и умницей, конечно же, главным результатом конференции станет внедрение конкретных разработок, воплощение новых перспективных идей в жизнь. Дать возможность молодым людям реализовать себя. Они должны показать себя с лучшей стороны, раскрыть свой творческий потенциал. Вот для этого мы и проводим нашу конференцию. Молодые новаторы и исследователи демонстрировали свои разработки в формате докладов. К слову, очень оживленно молодежь, и не только белорусская, защищала проекты на тему охраны окружающей среды. Максим Сыцевич объяснил, почему брещанам нужно пересесть на более бюджетный и экологически чистый вид транспорта. В данном проекте я принимаю участие в качестве человека, которому не безразлично свой город, его атмосферный воздух, в каком он качестве, как он загрязнен. Мой проект называется «Оценка окружающей среды города Бреста». Буду агитировать, чтобы все-таки люди задумались, где они живут, насколько превышена концентрация этих опасных веществ, насколько все это все-таки опасно для нас, для нашего здоровья. Зажечь зеленый свет призывают и москвичи. У нас есть команда слаженная, мы давно уже занимаемся проектом, мы его разрабатываем, и, соответственно, мы его стали не только, так скажем, теоретически, мы еще и практически стали проводить акции внутри колледжа нашего, и, соответственно, вот мы ездим, рассказываем людям о энергоэффективности, ну и вообще о том, как надо хранить нашу планету, защищать ее от разных катаклизмов, вообще беречь, потому что это очень важно. За годы проведения форума в нем приняли участие сотни исследователей из самых разных стран. Однако ширится не только география мероприятия, но и увеличивается количество участников. Интерес к науке растет, а это значит, что будущее в сфере экологии, машиностроения, строительства, экономики и других сфер в руках молодежи.